Я с ней расписываюсь. Это наша машинистка. Жить со мной будет. А где-то свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала. И крылья эту свадьбу в дальнесли. Широха этой свадьбы была, места мало, и неба было мало. Говорят, будешь жить со мной в роскошной квартире. Каждый день ананас. Ана-на-на-на. Надо перетерпеть. Вы еще так молоды. Ну все, ждем летом. Поздравляю еще раз. Давай, пишите песни. Специальный номер для новостей. Два брачных. Одна моя знакомая сходила на фильм «Землетрясение». И только в финальных титрах поняла, что сценарий написан на основе реальных событий. А не выдуман, как фильм «Катастрофа». К этому кино можно относиться как угодно. Но то, что фильм восполняет, пробил в образовании и памяти, которая склонна стирать или забывать какие-то события прошлого, в этом его очень большая заслуга. Большое количество людей, даже из моего поколения, про армянское землетрясение не слышали вообще ничего, или как минимум не до конца отдает себе отчет о том, что же произошло. В том декабре 88-го Армению очень сильно сотрясло, крайне сильно. Гюмри до сих пор в некоторых местах в таком состоянии, словно все произошло только вчера. Город вообще визуально производит ощущение темного и депрессивного места, но такое впечатление немного ошибочно. Просто сделан он из темного туфа, в отличие от Еревана, который сделан из розового. И кажется, что все эти дома горели еще вчера. Добавьте сюда трагические события 30-летней давности, вот вам и гнетущее впечатление. Но история истории, а свадьба свадьбы. Тут мы увидели, как на Центральной площади торгуют голубями. И понеслось. Один полтавец. Итого 3000 человек. Давайте нам тогда двоих. Двоих? Четыре штуки. Я вообще одного выпущу. Одного можно выпустить? Одного нет. Две штуки только для вас. Человека два голуба. Один человек по голубу? Вот так как я держу. Раз. Вот так. Это тоже. Вот так. Пломбир. Понял. Дайте сейчас. Посмотрю. Какой-то, какой. Вы хотите поменяться? Да. Я уже к тому привыкла. Подойдите к кресту вот так. Почему-ка опять голуби? В общем, нельзя синичку запустить. Я объяснил, что ты мне делал. Какой заячка. Давай. Отпускай! Камнем. Прям камнем. Пусть летают. Дай бог тебе здоровья, самое хорошее. За это надо кое-что в Магарыче сделать. Магарыч. Кому? Дядя Ваган. Вы дядя Ваган? Да. А у меня только грузинский остались. Вы не возьмете грузинский. Да. Будет раз, если пойдет. Да, ну-ка подожди. Дядя Магарыч. Дядя самого хорошего. И вот до ближайшей. Зачем? Нет, нельзя. Ток, ток, ток. Ток, ток, ток. В чем проблема-то? Потом еще будем это делать. И что? Сейчас надо? Нет, потом. А сейчас. Это будет ноль снега. Брат, ты как сигнализация сработал прямо. В городе есть памятник фронтику Макарычану, Шарлю Азнавору. Но мы набрели на парк аттракционов советского периода. Автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Там, где вековая лежала, пыль, свой след оставил. Автомобили, 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 буквально все заполонили. Там, где вековая лежала, пыль, свой след оставил. Автомобили. Особый шик во всей Армении – это автомат-хватайка. Даже не столько автоматы, внимание заслуживают сами призы. Все, что человечество выбросило на обочину цивилизации, загружается в армянский игровой автомат. На вершине этой пирамиды, а точнее в самом ее низу, лежали два диска боярского. Как этой клешней подцепить компакт-диск, а моя цель была именно он, я ума не приложу. У Дынечки же хватательность развита на более высоком уровне. И два освежителя воздуха в машину были подарены первому попавшемуся дедушке. Спитак Во время землетрясения город Спитак, который оказался в его эпицентре, стерло с лица земли за 30 секунд. За 30 секунд! Его отстроили заново. Сила встряски была сравнима с мощностью 10 хиросимских атомных бомб. На местном кладбище чаще всего встречается только одна дата, 7 декабря 88-го. Она здесь едва ли не на каждой в первой могиле. В первые дни после землетрясения на горе построили металлическую церковь. Наспех, с неровными окнами и дверьми. На время, как думали тогда, чтоб было где отпевать умерших. Но она так и стоит в таком виде до сих пор, как память о тех событиях. И это правильно, что ее в итоге не заменили, когда появилось время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин